Обращение к Милл Строй, блядь, что? Около 35 миллионов рублей каши. Дмитрий Эликс, Ферамир, Ростик, Строго. Сука, почему Ферамир здесь похож на меня? Блядь, а ко... Какого хуя он похож на меня здесь? Какого хера? Мир, Ростик, Строго, Ресторатор, Равшан, Стил, Хуесос. Ой, в смысле, блядь, долбоёб. Такие вещи говорить про Хесса нельзя. Милл Строй даже заставил Папича сыграть в доту. Чё делать меня такую-то? Не понимаю, чё ты мне хотят. Ну, конечно, заставил это трудно сказать, потому что когда тебе платят за одну катку миллион рублей, тут трудно отказаться. И кроме того, ещё Папич пил пиво за деньги. Блядь, почему мне никто не знатит миллион рублей, чтобы я пиво выпил? Я же только Сидор пью, ну типа, почему не пиво? Вообще, в целом, как говорит сам Милл Строй, его цель... Да я реально не выкупаю за пиво, то есть я его пробовал, мне вообще не нравится, какая-то тошнотная херня. Вот Сидор, он вкусненький такой, прям очень вкусненький. Прямо сейчас побрить. Я реально не выкупаю за него. Всех стримеров на Твич. Мне причём говорили, что ты, блин, Макс, ты выпей просто нормально. Я пил нормально, но типа, тоже чё-то не очень. Вот Сидор, он прям вкусненький. Как будто лимонадик, но с алкакашкой. Ну, не с алкакашкой, алкоголем. И на это понадобится около 100-150 миллионов рублей. Постричь, короче, всех стримеров на вас. Вообще, всех. Да он уже не сможет, потому что ему как минимум бустеру надо будет закинуть миллион долларов. И надо будет Егору Криду закинуть миллион долларов. Это уже, считай, ёбаный в рот. Это уже, считай, подсутку каждому миллионов. Ну, для этого нужно будет миллионов сто, 150 лет. Уже больше, уже больше. И честно, я возмущён. Не, ну, с другой стороны, ты можешь Егора Криду не воспринимать как стримера, поэтому останется только бустеру. Моё обращение к Андрею Молстрою. На самом деле, я с ним общался во времена 18-19 года, и мы общались довольно плотно. Плотно? Писывали чуть ли не каждый день, и поэтому с ним я знаком. Блядь, ну жёстко. А я, кстати, не удивлён, потому что вспоминаем, что Артём Граф Шахматис, так ещё и Молстрою в своё время девочек раздевал в Бомегле. Так что не удивлён, что они нашли, скажем так, точки соприкосновения. Я возмущён тем, что ты почему-то обделил ютуберов. Твоя платформа стриминга — это ютуб. Ты всё же стримил на ютубе. И люди, которые делают видеоролики, они тоже люди. Поэтому я прилагаю тебе пари. И я готов подстричься за 1 миллион рублей на лосо. И хочу открыть эту гонку, челлендж лысых людей. Мне обидно, что ты реально стрижёшь только стримеров. Блять, ну что выпрашивают бабки? Почему только твич-стримеров? Давай уже как-то зрить в ютубе, потому что на ютубе тоже много прекрасных, талантливых людей. Поэтому я хочу быть первым, кто откроет эти ворота лысых ютуберов. Андрей, было бы очень круто. Отправляйте ему это обращение. Я жду твоего ответа. Пока. Так, стоп, ты же и на твиче стримишь. Ты же сам об этом кричишь постоянно. Зачем тогда... Ты причём говоришь, что тебя очень много там смотрят на твиче? Типа, чтобы наверняка? Ну ладно, ну ладно, ну ладно, ребята. Да мне кажется, чувак просто сам, ну просто сам будет скоро бриться на лысо и решил, ну, и рыбку съесть, и нахуй сесть. Поняли? Такой, ну, и так, и так, побреюсь на лысо. Поэтому почему бы и нет, не бы запросить бабки ещё. Как же прикольно быть идиотом. На чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам. Хоть всё болит, но не пойду врачу.